сегодня куда едем с гохариком едем в храм нет больше всего это не храм это часовня если не ошибаюсь маленький такой едем святой иоанн на русском а на армянском хоханес находится в деревне скажите пожалуйста в какой деревне короче доедем узнаем точно то есть не узнаем а запомнится на памяти я уже посниму видео там и скажу расскажу почему мы туда едем сейчас мы вышли только что из нашего района едем забирать гаяны хочу еще купить если будет шортики которые я увидела когда для тети покупала подарок если там одни шорты остались надеюсь что они там и они мой размер заберу шортики куплю то есть потом зайдем в магазин куплю бутерброды на дорогу потому что нам ехать где-то два два с половиной часа от раздана вот чтоб голодными не остаться потому что я не знаю по дороге будут там кафешки или забегаловки чтобы что-нибудь покушать лучше заранее взять с собой еду я так сделала с гохариком взяла и для нее огурцы перчики болгарские хлеб воду яблоки вот для нас тоже надо забирать потому что мы тоже проголодаемся за это время вот сейчас мы уже подъезжаем к магазину я быстренько побежу если побежу побегу если будет там мои размеры и эти шорты то возьму если нет то значит не судьба опоздали на почти пять дней сейчас покажу магазин откуда мы вот в этом магазине очень такие доступные и очень хороший выбор если вы в раздании значит вы знаете про этот магазин мористайл это не реклама хотя мы могли бы и заказать у меня рекламу гохарик остается с папой потому что у нее такие интересные игрушки которые принадлежат папе папе поэтому она останется с ней а я пойду идите заберите вашу дочку мне на третий этаж это второе то здесь детский отдел запахалась забрала эти шорты но почему то сейчас мне они кажутся что великий здесь вот какое-то пятно сейчас только увидел ладно зашла стоит 6 300 зашла в примерочном сейчас примере и точно буду узнать если не будет по мне то не буду жалеть что не пришла за этим шортом прикиньте подошли забираем по поводу пятна я спрошу но здесь нет такое чтоб из-за этого сделали скидку хотя надо спрошу значит это же эти шорты мои они ждали меня как хорошо я рада и довольна ну что говорит мама довольно это тоже довольно едем уже за гаяны хорошо хорошо что не опаздываем так пербродов не было купила три штучки пирожки больше ничего и воду три бутылки все еще хочу купить терян абрикос если будет в магазине то куплю еще и абрикосы по пути будем кушать гайга захотелось спать но пришлось прервать потому что мне надо было спуститься с машин джон и ся потом будешь спать я прикрепила это боясь что она будет играться и правильно думал что она будет играться ведь ну ну и в и cumin и Ждём возле дома у Гайане. И здесь мальчишки стоят с велосипедами. Гухарик разговаривает с ними безответно. Такая парковочная. Собрались и говорят, а если гаишники поймают нас? Купили у этого мужика алчу. Абрикос. Здесь несколько штук. Там в пакете ещё есть. Гухарик. Гайане уже забрали. Гухарик сейчас у неё кушает. А ты ещё для солнца носом. И зонтик взяла. Зонтик зачем взяла? Для дождя или для солнца? Я не знаю. 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 Для меня. Мы только что узнали, что полтора часа надо подниматься пешком. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. И надо подниматься. Пойдём будет там. Каменистый, наверное, будет. Пойдём будет. Хорошо. Понятно. Значит, ты пойдёшь в замок здесь? В замок здесь ветеринар у нас. Мы только там, ну, здесь вот он, а вот, который здесь, там, и река, там, где-то, что там, это, Матура. Вот. Заезжаем на заправку. Мне нравится это. Ну, то есть мне нравится это. Кто-то хочет спать. Ну, чё? Меня нравится. Мы спускаемся. Гохарик увидела собачку и пошла на ручки Гаяны и гуляет иди-сиди-сиди. а собака вроде должна быть накормленная, потому что здесь всегда есть люди, но она худая очень. Я познакомила Гухарика с мохом, и она теперь тянется, хочет ещё раз. У Гухарика аллергия, кстати, от солнца, от жары. Мы думали, что от чего-то съедобного, но у неё вообще-то началось это всё с клубники. Вот одним разом она покушала очень много клубники, у неё вот это всё началось. Проходит, когда не жарко. Вот, несколько дней у нас были дожди, у неё эти покраснения прошли сейчас, вышли уже под солнцем, опять-таки пришли. Хотелось мороженое, но мне здесь смотрело что-то не такое, необычное мороженое, поэтому не буду покупать, подожду пока нам встретится Гранд Кэнди Мороженое. Мы сейчас в Папаране, и на первый взгляд сразу замечаем, что здесь чистый город. Тёмно-необычное мороженое. Мы уже в деревне Хартхагюр, так называется местность, и нам кажется, что вон наверху там эта часовня. И тут по дороге стоит таксист и написано, что он может отвезти, но вот мы не знаем до И мы можем вязать. Возьмите! Возьмите лир. Хватит лир. Но мы не даем никогда. Хватит лир. Наш 10 дождей. Я не говорю, что мы были с разных сияем. Здесь уже стоят машины припаркованные, короче так поднимаются пешком, ну и там еще машины есть, там тоже припарковались и уже пешком поднимаются, а мы на машине как бы уже подняли, не знаю, да нет, то есть 20000 грамм. Чтобы пешком подняться это полтора часа отниматься и полтора часа спускаться. Ну, можно заполнить со спускаться, но все равно в эту жару не стоит пешком, потому что измени, не знаю, солнечный удар, хотя охрана взяла сам зонтик. А чего-то у нас джип, поднялись и наш водитель дал нам некоторую информацию, которую я вам передам в течение съемки. Здесь сразу в глаза бросаются бесчисленные хачкары, которые поставили верующие. И у каждого хачкара есть своя история. И по пути к часовне очень много прилавок, где продают свечки, сувениры вот разные. Гогарика уже подарили браслетик, муж покупает крестик и еще что-то, как сувенир. Сувенир. Гогарика. 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 Я тоже решила купить такой же кулон за 1000 драмов. С одной стороны будет часовня, а с другой стороны будет Мариам с Иисусом на память. Здесь сделали матах, если переводить дословно будет жертвоприношение. Матах – это ягненок или петух мужского пола, убитый с целью раздачи милостыни. Конечно же мясо варится и раздается. И тот, кто берет и кушает, говорит, что на армянском скажу «Онтунелини», чтобы ваше жертвоприношение Бог принял. Это традиция еще с языческих времен. Перед тем, как зайти в часовню, верующие обходят часовню три или семь раз. И потом уже заходят, ставят свечку. Или же можно после того, как поставили свечку, выйти и сделать круг три или семь раз. Сейчас я сама обхожу часовню три раза, но я сниму только один круг. И потом зайду в часовню и поставлю свечки. Здесь, как вы видите, монглы хачкаров. И у каждого хачкара есть своя история. Говорят, что верующие, посетившие святое место, чьи мечты сбылись, начиная, если не ошибаюсь, с 2000 какого-то года, воздвигают хачкары в знак благодарности на территории часовни. Говорят, что установлено 2000 хачкаров. Это нам сказал наш водитель, который нас сюда привез. Здесь такие виды открываются очень высоко, потому что находится эта часовня. Покажу чуть-чуть, как здесь все выглядит. Потом уже... Вообще говорит, что... Опять-таки наш водитель сказал, что последний хачкар аж поставили вчера. То есть те люди, которые что-то просят у Бога, и когда у них что-то исполнять, какая-то мечта, они приходят сюда и ставят свечки и хачкары. Выключаю сейчас и сделаю еще два круга. Мы уже поставили свечки, помолились. Сейчас идем обратно, но перед этим хочу показать вам вид сверху, чтобы представили, как это высоко находится. Вот здесь как раз с левой стороны место новое для нового хачкара. И вот это путь для тех, которые поднимаются и спускаются уже пешком. Это полтора часа подниматься сюда и где-то, возможно, 40 минут спускаться. Но по дороге есть дерево и под деревом есть родник, где люди отдыхают. И вот какой вид отсюда открывается. И внизу Хартагю, которое я все время забываю название. Вот. С правой стороны тоже вот хачкары. Очень много. Можно поверить, что здесь две тысячи с плюсом хачкары. Вот одна из них сломалась или упала и разбила хачкар, который сзади был. Вот здесь написано, кто когда поставил хачкар, значит, вот столько желаний было исполнено. Вот поэтому люди верят и ходят все больше и больше в это святое место. Здесь тоже вот лавки, где продают сувениры и святое место. Здесь можно что-то купить и кушать, но мы уже покушали в матах. Мы были очень голодные. Это нас спасло. Мы уже спускаемся с тем же водителем, с кем и приехали. Ой, какой красивый кадр. Не знаю, это орел или копчик, но так парит. Очень красивый кадр получается. И вот по такой дороге мы поднялись и сейчас спускаемся. Но есть еще хуже кусочки дороги, поэтому легковые машины сюда подниматься не могут. Поэтому здесь поднимаются только высокие машины, скажем, джип, нивы. Большинство людей поднимаются пешком и уже спускаются на машинах, веря в то, что если они поднимаются, у них путь тяжелый, то молитва будет услышана. Поэтому они пешком поднимаются, а спускаться уже можно на машине. А эта дорога очень мне напоминает дорогу в нашей селе, в деревне. И здесь по бокам с обоих сторон дороги растет чебрец. Представляете, я увидела, когда мы поднимались. Сейчас я попрошу, чтобы остановили и собрали чебрец. Очень много красивых еще цветов. И вот деревня находится внизу, красивые кадры у меня получаются. Посмотрю, где есть больше чебреца, там я попрошу, чтобы машину водитель остановил. И я буду собирать. Нельзя пустить такой шанс собрать горный чебрец. Мы уже спустились, Гугарик опять-таки заснул. Когда поднимались, когда спускались и ни разу не дали ей поспать. Сейчас муж подгонит нашу машину. Мы пересядем и уже поедем домой. Гугарик, жарко тебе, Гугарик. А, кстати, я не поснимала, потому что не было времени. Потому что я по пути попросила остановить машину водителя. И собрала чебрец, горный чебрец. Вот столько. Их там так много. Дали бы мне полчаса, я бы много пособирала, да. Но муж торопил, поэтому очень мало собрала по мне. Потом, когда спускались еще на машине, там возле дороги так много их было и так густо. Я вообще собираю чебрец аккуратно. Но на этот раз получилось с бухты барахты. Все, наша машина уже подъезжает, так что мы поедем дальше. Мы уже едем домой не по той дороге, по которой приехали. И здесь какой-то туннель. И муж говорит, что эта дорога ведет к Дельянчану. Ну, посмотрим. Сейчас заходим в туннель. И не знаю, какая длина у этого туннеля. Но ничего так. И прохладно, как хорошо. И не темно. Но мне кажется, что не длинная должна быть эта туннель. И посмотрим самое главное, куда нас повезет. Потому что мы не знаем, куда едем. Если честно, сначала думали, что мы в Дельянчан. Но это не Дельянчан. Увидели там надпись. Это Спитак. Город Спитак. Здесь тоже я первый раз. Да еще при том, что Дельянчан должен быть такой зеленый, лесной. А здесь не видно вообще лесов. Здесь только стройки, дома, машины, как и везде. Пешеходы, которые проходят там, где надо и нужно. Конечно же, это опасно. Вот пример, пожалуйста. Я бы здесь не смогла водить машину. Потому что надо быть ночью все время. Очень красивая дорога. По сними, пускай будет. Не помешает лишняя зелень и деревья. А, кажется, вот мы с правой стороны заехали, когда ехали. А здесь возле дороги на полях столько ромашек. Смотрите, белая такая красота. Это все ромашки. Делали маленькую остановочку. И здесь, кажется, продают кофе. Зайдем, посмотрим, что у них есть. Потому что у нас голова уже болит. Вот. Гухарику опять не дали поспать. И посмотрите на ее руки. Ескизоти на лицо. Ладно. Это тоже, кажется, караваска. Очень. Порадовалась, потому что ей дали конфеты. Она не кушает конфеты. Когда ей дают конфеты, всегда мама кушает. Мама тоже рада, потому что будет кофе пить. Мы заказали Лилю 3 штучки с говядиной. Будет готово 15-20 минут. А пока будем пить кофе. Чарджер в пакете. Как хорошо, что отдыхаем не в машине. Здесь есть... Ну, это, наверное, все же не родник. Хотя можно спросить у женщины, которая сейчас нам готовит Лилю. Но... Наверное, будет родник. Ну, спрошу. Ладно, спрошу. Потом почему скажу. Здесь хачкар и месроп. Нет, это ангел какой-то, который держит в руках армянские буквы. Алфавит. Вот. А гухарик мы тоже покушали... Покушали абрикос. Как раз здесь вот есть абрикосовое дерево. Вот. Еще нецпелое. Да. А гухарик тоже поела абрикос в машине. И все ручки, ротик, одежда, мамина одежда, мамины ручки. Все было сладким, липким. Мы помыли по дороге. Яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Она порадовала, что ей что-то угостили. Ну и что, что не она будет кушать, а мама? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Наш кофе подошло, я кофе буду пить Можно одну компету, если не надо, то мама не уйдет Мне то мама не уйдет Там есть мама не уйдет, кофе я вам Мама не уйдет, а мама не уйдет Сейчас открою Шоколадку возьму Шоколадку покушаю Афантик дам тебе обратно, будешь играть Дай, ты то мигать маму У меня острое, у Гайаны только зелень И мы же все крови коцо Принесли кофе Думали, что попозже будет готово Через минуту Шоколадку 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 Да, водка Та-та-та-та-та Шоколадку Я не глуваю Мне так нравится это путешествие Одно видно, что у меня голова развалилась Как бы хотела, чтобы она не болела, и в полной мере я бы наслаждалась дорогой, потому что я люблю куда-то ехать, особенно когда такие виды. Сейчас едем по таким деревням, где, по мне, у меня такое ощущение, что больше всего здесь живут езиды, потому что, вот смотрите, с левой стороны это кладбище, и такие кладбища, мне кажется, что делают езиды, потому что армянам нет такого. И тут по дороге, вот посмотрите, стоят люди и продают что-то, не знаю, мы не останавливались, не спрашивали, но что-то с зеленью собрали, и вот продают возле дороги. Покупатели есть, увидели много машин, которые останавливают и покупают. Мне кажется, что это шуща. Шущан, это тот же бутырь, у меня было видео такое, но сдалека, мне кажется, если не ошибаюсь, это бутырь, они продают бутырь, и шавели. А, вот в этой деревне я видела этот храм, если не ошибаюсь, это храм езидов. Сейчас поближе подойдем, и я покажу вам поближе. Вот поближе подъехали, и этот храм, и наверху, если не ошибаюсь, это солнце. Я ничего больше не знаю про езидов, только знаю, что они не христиане, и у них есть своя вера, которая чем-то связана, как-то связана с солнцем. Если кто знает, то напишите, я тоже буду знать. Мы уже в лифте, поднимаемся домой, у меня голова разболилась. Вот, наверное, на этом видео закончу, не знаю, посмотрю. Сурин не был и с нами, потому что он был на работе, сейчас он ждет возле двери. Он ехал полчаса назад. И вот Сурин здесь ждет. Откроешь? Смотри, ты здесь, ты здесь, там? Смотрит кино. Благи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok